Все действие началось в фойе Кыргызского национального университета. Для гостей мероприятие была представлена музыкальная программа. Здесь же была организована художественная выставка «Карагимде Кыргызстан». Затем гости перешли в конференц-зал вуза, где проходила научно-практическая конференция. В ней приняли участие руководители НТРК, преподаватели и студенты факультета журналистики. Каждый из них выступил с докладом. Генеральный директор НТРК Булатбек Телебаев рассказал об этапах развития, современном состоянии и перспективах корпорации. По его словам, сегодня значительно улучшено вещание, проведена работа, направленная на повышение качества информационного контента, а также укрепляется общая материально-техническая база. История кыргызского телевидения и национальной телерадиовещательной корпорации – это одно целое. Журналисты в современном мире владеют новыми навыками подачи информации. Нужно отметить, что они всегда остаются сильными, стойкими, стрессоустойчивыми и ответственными. Кроме того, в работе журналистов можно увидеть свой особый почерк. Это действительно приятно. Студентам КНУ желаю набираться навыков, которые в будущем им помогут. На конференции также был представлен фильм, рассказывающий об истории и деятельности НТРК. А руководители факультетов журналистики, высших учебных заведений Беларуси, Казахстана и России прислали видеоролики, где поздравляют кыргызское телевидение с 65-летием. В настоящее время в подчинении НТРК шесть республиканских и семь региональных телекомпаний, четыре радиостанции, кыргыз-телефильм и студия «Малымат», а канал «Алато-24» обеспечивает население круглосуточной оперативной информацией. Тем временем утренняя студия «Замана», телеканалы «Баластан», «Музыка», «Спорт» готовят передачу культурно-познавательного, социально-экономического, музыкального направления. Отметим, что в конце мероприятия студенты университета смогли задать вопросы руководству НТРК.